В ходе видеоселекторного совещания, посвященного анализу результативности реформ в народном образовании, состоявшегося 5 апреля текущего года под председательством главы государства, были обозначены задачи по обеспечению тесного сотрудничества между высшими учебными заведениями и общеобразовательными школами, внедрению передового опыта и организации различных мероприятий. В связи с этим Ташкентским государственным экономическим университетом проводится практическая работа в общеобразовательных школах Бекабадского района Ташкентской области. Задачи, поставленные сегодня перед сферой образования, требуют как совершенствования содержания методик обучения, так и новых структурных и организационных решений. В настоящее время школы и вуз не только все более нуждаются друг в друге, но и, как показывает практика, являются оптимальными партнерами. Совместная работа в разы повышает эффективность подготовки учащихся к дальнейшему обучению профессиональной деятельности. Очень важно, когда образовательное пространство школы строится на принципах содружества и сотворчества учащихся педагогов, родителей и ученых. Нет скуки рутине. Все проводимые мероприятия призваны заинтересовать, повысить мотивацию, способствовать личностному росту школьников. В связи с действием тому соревнования по шахматам и интеллектуальная игра заковата, организованные Ташкентским государственным экономическим университетом совместно с Хакимиятом управления народного образования Бекабадского района в общеобразовательной школе номер 3. В городе Бекабаде 12 школ, а в одноимённом районе 60. В общей сложности за нашим вузом закреплены 72 школы. Первое направление нашей работы – проведение отбора среди учеников. Второе – организация различных мероприятий в рамках реализации пяти инициатив президента. Цель – полностью раскрыть потенциал молодых людей. Что касается педагогического состава школ, для него разработана новая методика с тем, чтобы усовершенствовать процесс обучения, сделать его более эффективным. Акцент сделан на повышении квалификации учителей, создании школьных кружков. Таким образом, шаг за шагом будем выполнять задачи, поставленные главой государства, и переведём школы из красной зоны в зелёную. Если для победы в шахматной игре необходима возможность сосредоточиться, чтобы сделать верный ход, в зале, где проходило интеллектуальное состязание команд из 18 школ района, разгорались нешуточные споры. Ребята были так увлечены поиском ответов на далеко не простые вопросы, что ограничились кратким, но очень дельным советом своим сверстникам. Читайте много книг. Ребята – это очень улучшает наше мировоззрение. В процессе сотрудничества между вузом и школой выигрывают все стороны. Преподаватели вузов развивают потенциал и мотивацию будущих студентов. Учителя получают всю необходимую методическую помощь. Ученики – возможность усвоения знаний, необходимых для поступления в вуз, профессионального самоопределения, развития навыков самоорганизации и самообучения. Совместная работа вузов и общеобразовательных школ – это большое дело. Многие учителя мечтали об этом. Профессора и опытные наставники делятся с педагогами своими наработками. Это еще больше мотивирует развивать учеников, как в точных, так и в гуманитарных направлениях. Есть все основания полагать, что сотрудничество с Ташкентским государственным экономическим университетом позволит значительно обогатеть копилку педагогического опыта наших учителей и эффективно применять полученные знания на практике, постоянно развивая и совершенствуя свои навыки. Отрадно, что взаимодействие между общеобразовательной и высшей школой расширяется путем привлечения других заинтересованных в подготовке квалифицированных кадров структур. Здесь стоит большой вопрос помощи педагогическому составу, применения новых педагогических технологий, новых знаний и новых возможностей, которые на сегодняшний день открывают нам инновации и информационно-коммуникационные технологии. Я являюсь выпускником данной школы и хотелось бы отдельно сказать, что есть большой потенциал на самом деле в наших школах. Единственное, нужно правильно направить и правильно помочь. Будут предприняты необходимые меры для того, чтобы все эти мероприятия приняли системный характер. Как Министерство инновационного развития мы прикладываем максимальное усилие для того, чтобы все наши талантливые молодые люди всегда были заинтересованы, поощрены, имея хорошие идеи. В ближайшее время учащиеся общеобразовательных школ Бекабадского района получат возможность побывать в Ташкентском государственном экономическом университете, ознакомиться с работой созданных там научных кружков, информационно-ресурсного центра, встретиться с преподавателями и студентами.